Между тем, в самой Сирии растет число жертв атаки боевиков на крупнейший город страны, Алеппо. По данным агентства Reuters, в результате обстрела во вторник утром погибли 38 мирных жителей, среди них немало детей, и почти полторы сотни получили ранения. С вооруженным экстремизмом можно покончить быстро, если силы так называемой международной коалиции, которая позиционирует себя борцами с ИГИЛ, начнут координировать свои действия с Дамаском. Об этом в интервью российским журналистам заявил президент Сирии Башар Асад. Человек, которого Запад выставляет главным виновником кризиса, утверждает, к переговорам с оппозицией готов, с террористами нет. Интервью ведущим российским телеканалам и информационным агентствам в условиях строжайшей секретности в Сирии неспокойно. Каждый день атаки боевиков, теракты, но на встрече лицом к лицу никаких ограничений. Башар Асад открыт для откровенного диалога. И российские журналисты не применули этим воспользоваться. Готов ли президент Сирии уйти в отставку, как того требуют и вооруженные отряды оппозиции, и западные лидеры, которые твердят, другой альтернативы решению сирийского кризиса, нет. С самого начала информационная кампания Запада была сосредоточена на том, что вся сирийская проблема заключается в самом президенте. И если вопрос в одном человеке, он должен уйти, и тогда все образуется. На самом же деле им хотелось бы устранить меня и поставить на мое место другого человека, который будет действовать в интересах этих стран, а не в интересах своей родины. Президент приходит к власти с согласия народа, через выборы. И если уходит, то по требованию народа, а не по решению США, Совбезу ООН, Женевской конвенции или Женевского коммунике. Вот моя принципиальная позиция по этому вопросу. Принципиальную позицию Башар Асад занимает пять лет, что длится сирийский кризис. Все началось с демонстрации оппозиции. Они быстро переросли в вооруженные столкновения с правительственными войсками. Потом в кровавую гражданскую войну. Число жертв с обеих сторон уже превысило 220 тысяч человек. Против сирийской армии, которая сегодня контролирует едва ли треть страны, боюет сотни разрозненных отрядов боевиков. Они заняли примерно такую же территорию. На севере живут сирийские курды, настроенные против правительства. На фоне этого в ослабленном государстве расправили плечи террористы. Самая крупная группировка, запрещенная в России, исламское государство, контролирует уже почти половину территории Сирии. Господин президент, Россия сама уже 20 лет борется с терроризмом. Мы видели его в разных проявлениях. Но сейчас, похоже, и вы в первую очередь лицом к лицу сталкиваетесь. И вообще мир видит новую модель. На захваченных территориях ИГИЛ создают суды, создают администрации. Есть сведения, что намереваются выпускать собственную валюту. Вы могли бы нам объяснить, с кем вы все-таки сражаетесь? Это огромная группа террористов? Или это может быть новое государство, которое намерено, в общем-то, радикально перекроить границы региона и мира в целом? Террористическая группировка ИГИЛ пытается принять форму государства для того, чтобы привлечь в свои ряды как можно больше добровольцев, которые живут иллюзиями прошлого, мечтами о создании исламского государства, существующего ради религии. Это идеалистический подход, не имеющий ничего общего с реальностью. Исламское государство не имеет ничего общего с сирийским народом. Эту черную карту, по словам Башара Асада, Запад разыгрывает из-за его несговорчивости. Журналисты спросили, оглядываясь назад, смог бы президент изменить ход событий? Политик ответил, что переломным моментом был вовсе не протестный 2011 год, а 2003, когда США вторглись в Ирак, подогрев напряженность между религиозными конфессиями в регионе. Арабская весна стала делом техники, точнее технологии. В 2006 году в Ираке под покровительством США появился ИГИЛ, и Вашингтон никак не боролся с этой группировкой. Все эти факторы в совокупности создали условия для начала волнений при поддержке Запада, финансировании государств Персидского залива, особенно Катары в Саудовской Аравии, логистическом содействии Турции. Еще раз подчеркиваю, что в действиях сирийского правительства были ошибки и провалы, но они случаются в любом государстве и не являются роковыми. Иначе почему не происходит революции в странах Персидского залива, особенно в Саудовской Аравии, которая понятия не имеет о демократии? Однако терроризм как скорпион. Если положить его в карман, он рано или поздно тебя укусит. Эти слова очень точно подходят к ситуации в Европе, куда пытаются прорваться тысячи беженцев, бегущих от смерти, нищеты, экстремистов и террористов. Вопрос не в том, что Европа принимает или не принимает беженцев, а в том, что необходимо устранить первопричины данной проблемы. Если европейцев волнует судьба беженцев, пусть они прекратят поддерживать террористов. Однако западные страны оплакивают беженцев одним глазом, а другим смотрят в прицел автомата. Башар Асад признал, для решения кризиса необходим политический диалог, но сперва нужно остановить кровопролитие. Для этого президент Сирии призвал все сирийские группировки объединиться в борьбе с терроризмом. Возможно, это предложение будет озвучено на третьем раунде межсирийских переговоров в Москве, который сейчас готовится. В двух предыдущих, в январе и апреле, приняли участие более 30 представителей сирийской оппозиции. И был впервые принят совместный документ с правительством, что Башар Асад назвал существенным результатом. Журналисты спросили его и о личном. Что, если Асаду вновь придется работать с людьми, которые настойчиво добиваются его свержения, и пожимать им руку? Возможно ли восстановить доверие? Нельзя ставить судьбу десятков, а то и сотен миллионов людей, в зависимости от доверия между двумя людьми. Если встреча или рукопожатие с кем-либо пойдет на пользу народу Сирии, я должен это сделать, нравится мне это или нет. Таким образом, речь идет не обо мне, не о том, что я допускаю или хочу. Речь о том, какую добавочную стоимость принесет тот шаг, который я собираюсь предпринять. Соответственно, да, мы готовы сделать все, что пойдет на пользу сирийскому народу. Башар Асад выразил надежду, что тысячи сирийских беженцев вернутся на родные земли, когда здесь вновь будет мир и спокойствие.